Всем здрасте и наше искреннее привет бонжур хэллоу. Точно запомнили? Не хэллоу и вам с кисточкой, не привет бонжур шалом, хотя тоже прикольно звучит, а тупо по мультяшному. Привет бонжур хэллоу. И мы не скучные новости Монреаля вместе с вами. Мы вернулись, а значит шоу маст го вон. Вы согласны? Вот и молдавские фермеры тоже. Извиняемся за некоторую паузу в нашем соцэфире, но будьте уверены, мы вас никогда не бросим, потому что любим. Да и не на кого монреальскую страну оставить, поэтому сейчас ретроспектива событий, то есть о том, что было, что будет и чем сердце успокоится. А сердце Монреаля сегодня юбилейно стучит. 375 лет городу. Почему не 400 и такой шум вокруг некруилой даты? Да потому, что юбилей – вещь пользительная во всех смыслах, и настроения с самооценкой растут, а уж бюджеты льются рекой на чье-то счастье. А нам с вами на потеху. Общую сумму праздника никто назвать не рискнул. За неимением слона по улицам собак водили гигантских. Чудо техники прибыло из Франции со всей амуницией, командой и совсем не за копейки. Потом пугал Эмир размерами и бюджетом девочка-гаргантюа. А мост, согласитесь, жгли красиво. Иллюминация моста Жака Карти обошлась, держим дыхание, в 39,5 миллионов долларов. Разработка, дизайн и оборудование – все рассчитано на 10 лет эксплуатации. Но все опознается в сравнении. Лондон, например, тратит 33 миллиона и освещает 17 мостов. Цветовое шоу повторится 23-го в 10.30. Хоть гляньте, как красиво улетают наши деньги. Бесконечные выставки, экспозиции на воздухе, шоу, маркеты, граффити всемирно малоизвестных художников. Торжества и позитив, обеспеченный монреальцем на все лето. Вот руку из дома высуни и в праздник попадешь. Ну а кто еще и ногой движение сделал, тот Шербург весь во флагах увидел. Шоу маст гуон. Кажется, я уже это пел. 21 уикенд собирается монреаль гулять свой юбилей. Ну а что, это вам не адыгейская свадьба на две недели. Уж не каждый год юбилея празднуем. Поэтому рассчитывайте силой не только на труд, но и на отдых. При такой концентрации веселья остались незаслуженно забытыми серьезнейшие праздники. День пончика. А ведь монреальские пончики самые вкусные. День здорового питания, потому что не наш праздник. И день отказа от макияжа. В этом месте мнения разделились и сошлись в одном. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Ну и наконец-то серьезная новость. Все эти досужие разговоры о том, что в России медведи ходят по улицам, подтвердились. В Канаде. Косолапые отвоевывают территорию у канадцев, причем самым бесцеремонным способом. Вот, полюбуйтесь. Счастливчик из Онтарио планировал большое кино, но снял короткометражку. Встреча в лесу с медведем стала для него сюрпризом и раскрыла потенциал спринтера. Повезло так повезло. Квебекские медведи ведут себя тактичнее и приходят исключительно с целью перекусить. Приехала из Монреаля семья, женщина, с ней двое детей. Вот оттроем они. Она сама поставила палатку, мы еще так что-то пообщались, повосхищались. Ну, такая боевая девушка. Что произошло? К ним ночью пришел медведь. Настоящий черный медведь. Здоровый. То есть она услышала, высунула голову из палатки, смотрит, значит, там в пяти метрах от нее стоит медведь. А она с малыми детьми вообще в палатке. То есть у ней там вообще полтора года и что-то и четыре года. То есть она, не издавая никакого звука, тихонечко-тихонечко детей под мышку, ключи, в машину прыг, заперла с машины и газу домой. И сразу поныряя, никому ничего не говоря, просто так и уехала домой. Под Ванкувером в местечке Пембертон закрыли горячие источники из-за опасности медведей. А все потому, что кто-то плохо убирает мусор и хищники пристрастились к человеческой еде. Теперь источники принадлежат медведям, а человеку за посещение медвежьих троп штраф в 115 долларов. А кто будет мутить медвежью воду? До тысячи. Так что запомните, если на вас напал медведь, смиритесь. Закон на его стороне. Ну такая вот у нас жизнь в Канаде, мы это все очень любим и ценим, что здесь приходится нам пересекаться с природой практически каждый день. И вот живем в природе, вот так вот тут белки и зайца, кстати, сегодня зайца утром видел. Чтобы не стать завтраком туристов, храните завтрак туристов в машине. Ждем ваших историй про диких животных, только про белок не рассказывайте. Сегодня это все. Хорошего вам лета, веселого, зрелищного и недушного. Скоро увидимся, мы теперь на посту. Всего доброго, удачи! Редактор субтитров А.Семкин